РБК Уфа продолжает вещание из отеля Шаратон. В эфире новости. В студии Равиль Ватолин. Здравствуйте. И вот главная тема к этому часу. Полномерный отказ. Власти республики начали активно сокращать свое участие в убыточных госпредприятиях. Сумма погашена. Минфин республики выплатил очередной платеж по купонным облигациям региона. И система не прошла. Закону ЕГАИС отправили на доработку разработчикам. Башкортостан намерен сохранить свои доли только в 10 унитарных предприятиях. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев. Также сократится доля региона и в хозяйствующих субъектах до 19. Минземы имущества отметили, что на сегодня число государственных унитарных предприятий снизилось со 163 до 70 и хозяйствующих субобществ на четверть с 84 до 63. Реформа была начата в целях повышения эффективности и снижения доли убыточных госпредприятий. Говоря о планах на 16 год, в отношении хозяйственных общих унитарных предприятий можно отнести увеличение норматива отчислений в бюджет части чистой прибыли унитарных предприятий с 20 до 25 процентов. Увеличение норматива отчислений в бюджет с 25 до 35 процентов, рекомендуемое к направлению на выплату размера чистой прибыли по хозообществам. Третье. Корректировку полномочий республиканских органов исполнительной власти по осуществлению прав собственников государственных унитарных предприятий, в том числе при ухудшении их финансовых показателей. Сегодня Башкортостан выплатил более 26 миллионов рублей по 13-му купонному доходу по облигациям за 2012 год. Об этом сообщает региональное министерство финансов. Общий номинальный объем облигаций и 3 миллиарда рублей. Они имеют 16 купонных периодов сроком 91 день каждый. Ставка с 1 по 14 купонные доходы составляет 8,75 годовых, для последних 2 – 8,65. В Минфине уточнили, что облигации полностью будут погашены 29 ноября этого года. И сейчас на прямую связь со студией выходит начальник управления ценных бумаг и валютного контроля башком Снаббанка Азат Амиров. Азат, здравствуй! Как сегодня торгуются акции башкирских компаний на биржах и какова ситуация на фондовом рынке? Добрый день, Равиль. Сегодня последний торговый день месяца и мы не ожидаем никаких резких движений на рынках. Пока же рубль умеренно укрепляется к доллару и евро. К доллару он растет на 20 копеек, евро на 46 копеек. Текущие котировки по доллару 76 рублей, по евро 82-85. Нефтяные котировки сегодня совершают разноправные колебания в пределах полупроцента. Тем не менее, сорту бренд пока удается оставаться выше отметки 35 долларов за баррель. Он торгуется по 35,50. Лайт торгуется по 32,60. Российские фондовые индексы сегодня в зеленой зоне. МВБ плюс 0,8%, РТС плюс 0,2%. Акции башнефти растут сильнее остального рынка, примерно на 2%. Обыкновенно торгуются по 2594 рубля, привилегированные по 1857 рублей. Здесь по-прежнему сохраняется интрига по поводу планов приватизации компании. Поправки в закон о введении системы ЕГАИС планируют отправить на повторную экспертизу. С такой инициативой выступило бизнес-сообщество. Эксперты указывают на различие между изначальными заключениями о законе и его фактическом применении. Так, к примеру, в законе говорится о том, что к ЕГАИС не должны подключаться производители пива, пуаре и медовухи с объемом производства менее 300 тысяч декалитров в год. Это также касается тех, кто занимается продажей спиртного в ресторанах. Однако, как отметили в общественной организации «Опора России», на практике предприниматели все чаще сталкиваются с требованиями об установке системы для учета объемов по смежным видам деятельности. Это закупка, поставки и прочее. Мелкий и средний розничный бизнес получил очень серьезную проблему. По стоимости оборудования минимальный комплект обходит порядка 30 тысяч рублей, полный комплект 50. Предприниматели на текущий момент активно отказываются от реализации алкоголя, вовсе закрываются. Существует неподтвержденная информация, что после полного запуска ЕГАИС сократится около 2 миллионов рабочих мест по России. Фиктивное молокоперерабатывающее предприятие обнаружил Роспотребнадзор России в Башкортостане. По адресам, которые указаны на упаковке товаров, в действительности заводы отсутствуют. Об этом РБК УФА сообщили в ведомстве. Всего Роспотребнадзор выявил более 40 фиктивных молокоперерабатывающих предприятий в 16 регионах России. В Башкортостане опасения вызывают продукции под брендом «Дядьковское молоко». Больше всего фиктивных предприятий в Московской области их 14, в Самарской области — 5, в Новосибирской области — 4 и в Москве — 3. В остальных субъектах страны по одному фиктивному заводу по переработке молока. И аналитики портала «Мир квартир» подсчитали, сколько лет нужно россиянам для того, чтобы накопить на собственную квартиру. Анализ был проведен в каждом регионе страны. Так, жителю Башкортостана в среднем потребуется 12 лет. И это при условии, что у него не будет других трат, в том числе на питание и услуги ЖКХ. В ходе расчета учитывалась среднестатистическая зарплата в регионе без учета инфляции и банковских процентов по вкладам. Так, по данным Башстата, средняя зарплата в республике — 25 тысяч рублей, а средняя стоимость квартиры составляет 3 миллиона 600 тысяч рублей. По показателю недоступности жилья, Башкортостан оказался на пятом месте среди всех субъектов России. Наш регион опережают Москва, Крым, Севастополь и Санкт-Петербург. Их жителям потребуется от 14 до 18 лет, чтобы накопить на собственное жилье. Их слово сказать, в том числе и тема доступности жилья будет обсуждаться на Всероссийской конференции РБК «Строительство драйвер развития экономики России». Она пройдет в Уфе 25 марта. О новостях пока все. Не переключайтесь.